И всем привет, с вами Ростиксон. В этом видео я расскажу об одной из самых популярных бирж всего миру. И также не только по моему мнению, а по мнению CoinMarketCap'а, OKX. Поговорим об истории биржи, финансовых продуктах, ну и особенностях. Начинаем. Биржа OKX – дочерняя проект платформы для торговли цифровыми активами OKOIN. Создателем этих криптопроектов является StarSoya. Во время запуска криптобиржи OKX, США активно продвигали политику запрета блокчейн-проектов, занимавшихся продажей фьючерсов на криптовалюты. Развивать проект в таких условиях было нереально, поэтому местом рождения биржи OKX стал Гонконг. В начале 2018 года был выпущен собственный токен OKB на блокчейне Ethereum. Половину из одного миллиарда монет получили пользователи биржи. В январе 2022 года в связи с расширением функционала биржа провела ребрендинг. Была убрана последняя буква из названия. Компания тем самым подчеркнула, что вышла за рамки обычной платформы для торговли криптовалютами. Эту деятельность в втором названии символизировали буквы X-Exchange. Регистрация. По умолчанию, сайт торговой платформы открывается на английском языке. Чтобы работать с биржей без языкового барьера, выбираем русский. Здесь же можно сразу выбрать валюту для отображения на сайте. Все ссылочки для регистрации будут по ссылке в описании. Также зарегистрировавшись, вы получите там какие-то бонусы. Но самое главное, скидку на торговые комиссии. В общем-то, будете экономить серьезные суммы. И биржа ОКХ сейчас заблокирована Роскомнадзором, но если что, вы можете переходить через VPN или через зеркало. И сразу поясню, почему она заблокирована, насколько я понял. Так как биржа ОКХ не сотрудничает с правительством Российской Федерации. Что довольно хорошо, как я считаю. Далее, рассказываю, как регистрироваться. Заходим на официальный сайт, в верхнем правом углу выбираем Сигнап регистрация. Зарегистрируемся на бирже через электронную почту. Если то, выбираем e-mail или мобильный телефон. Я думаю, лучшая почта. Указываем актуальный e-mail. Желательно, чтобы он нигде не палился у вас. Ну, такой хороший e-mail. Без всякого спама. Указываем e-mail. Потом принимаем правила работы. После капчи система попросит ввести шестизначный код подтверждения, высланный на e-mail. Или на номер телефона. Нажимаем на кнопку Next. Все, если вы все сделаны верно, система автоматически перенаправит вас в личный кабинет на бирже, прислав ее давление на e-mail, что регистрация прошла успешно. Торговать на OKX можно без верификации. Данная процедура не является обязательным условием работы с биржей. Проходить верификацию на OKX можно в личном кабинете. Кликаем по значку профиля и выбираем Verification. Указываем тип аккаунта, либо индивидуальный, либо корпоративный. Для проверки KYC первого уровня необходимо ввести следующие данные. Это гражданство, имя, фамилия, ну и тип документа, его номер. После базовой проверки пользователь может начать торговлю на бирже. Пользователю также доступны там расширенные уровни проверки, которые подразумевают фотопроверку. Для этого можно использовать веб-камеру. Зачем повышать уровни KYC? С ростом уровня повышаются лимиты на вывод средств и лимиты для P2P торговли. Если такой необходимости нет, то можно остановиться на базовом уровне верификации, которая предполагает частичную проверку личности. А можно вообще не проходить в верификацию, потому что лимиты довольно большие и многим они даже не понадобятся. Но на всякий случай, если выходить, то можно. Спотовый рынок. Для торговли на спотовом рынке у KYC доступны 600 торговых пар. 20-часовой объем торгов на споте составляет 31 тысяча биткоинов, что довольно много. Для доступа к спотовой торговле выбираем вкладку Trade, Basic Trading. Для торговли потребуется выбрать валютную пару и под графиком заполнить форму создания на покупку или продажу. Кстати, ну как вы видели, торговые объемы большие. Ликвидность высокая, значит можно спокойно торговать, ни о чем не беспокоюсь. Даже если у вас крупные суммы, то это особо не будет влиять на график. Примерно так. Ввиду растущего спроса на криптовалюты и деривативы, в конце 2019 года биржа расширила свой функционал, добавив в торговлю опционными и фьючерсными контрактами на стейблкоин Tether USDT. Торговать фьючерсами на OKC пользователи смогут с помощью кредитного плеча, что дает возможность использовать больше средств, чем имеется на счету. Для торговли фьючерсами на OKC заступно много криптовалютам, в том числе Bitcoin, Litecoin, Ethereum, XRP и так далее. Пользователи могут открывать длинные позиции для получения прибыли от роста цены цифрового актива, или короткие позиции для получения прибыли от снижения цены цифрового актива. Преимущества и недостатки. Любая торговля это риски, а если речь идет об операциях с криптовалютой, это предполагает двойные риски. Но, самое главное преимущество, биржа работает давно, она находится в топе лучших бирж мира, она не сотрудничает с государствами, как мы видим. Большая ликвидность, в общем-то бирже можно доверять, я считаю, недостатки, ну, возможно, сейчас небольшой недостаток, то, что домин заблокирован, но есть, это на территории России, но есть зеркала, и есть VPN. Вот примерно так. Вывод. Регистрируйтесь по ссылочке в описании и получайте скидку на торговые комиссии. Всем удачи, спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин